Здравствуйте! Вы смотрите кулинарный проект «На твой вкус» на Арктик ТВ. Программа для тех, кто любит вкусно поесть и хорошо приготовить. С вами Екатерина Новикова. Самое время отложить домашние дела и записать еще один рецепт вкусного и оригинального блюда. Рецепт «На твой вкус» Рецепт «На твой вкус» Ну и телятина. Нет, безусловно, все, что мы сейчас приготовим, это блюда итальянской кухни, поэтому мы подчеркнем с итальянскими нотками. Поэтому блюдо простое на самом деле, ничего сложного нет. С чего начнем приготовление? С подготовления телятины. Мясо мы будем использовать, телятина, между прочим, биотическое, замечательное мясо. Телятина, которую вы всегда сможете у нас здесь приобрести, да, вот такие же кусочки, в принципе, он уже немножечко отбитый даже продается, да, но это нам как бы и нужно, на руку будет. Что нам нужно сделать? Нарезать этот кусочек на вот такие вот полосочки. Между прочим, очень интересно, что телятину в основном в пище употребляли как раз-таки французы и итальянцы, а в России вот стали употреблять в пищу телятину и готовить ее только в конце 19 века. Только тогда русские распробовали это замечательное диетическое мясо. Ну что ж, берем специи. Это, по-моему, называется бифстроганов. Можно сказать так, но в отличие от бифстроганов мы будем делать все это по-другому чуть-чуть. Поэтому, видите, да, сразу мы специи. Смесь пятиперцев. Смесь пятиперцев. И морской соль. Морская соль, ну немножко, немножко. Также возьмем вот такую вот, у меня приправа называется чили-манго. Вот, начиная, тыгришь, свои любимые приправы, в ход впускать чили-манго. Перемешать, прям, видите, мы это все делаем как бы на досочке, да, то есть не нужно там какую-то миску брать, все это раз, раз, все это просто делается. Ну и сейчас все мы это сделаем. С оевым соусом все это сдобрим. Как я сказал, все мы это сделаем в итальянском стиле, но это будет чуть-чуть попозже. Сейчас как бы мы сделаем, чтобы получилось вкусно. Чуть-чуть мы его слегка сейчас обжарим, прям чуть-чуть, но потом мы все-таки будем припускать, потому что тематика нашей программы сегодня-то вот так же на оливковое масло. Немножко, прям, чуть-чуть буквально. Игорь, что значит припускать? Припускать? Потушить? Нет, это варка именно в малом количестве, в малом количестве жидкости, да, то есть когда тушеное, можно сказать, как бы тушеное, тушеное в основном-то закрывает крышкой, да, здесь крышка не закрывается. Это все идет в открытом виде, вот, но водичка как бы слегка-слегка налита, то есть можно использовать водичку, можно использовать вино, всевозможные другие как бы наполнители. Ну что же. Ну что, сковородка у нас уже готова. И на оливковом масле мы начинаем кусочки телятины обжаривать. Кусочки телятины, да, чтобы телятина получилась сочной и нежной. А овощи подадим на гарнир, можно так, наверное, сказать? Ну, можно сказать, да, но мы телятины тоже, мы ее тоже будем припускать. Мы сейчас слегка чуть-чуть обжарим, чтобы она получилась сочной, чтобы она, когда мы будем припускать, вся влага не вышла из нее, осталась внутри. Поэтому сейчас ее обжариваем, как бы поры продукта, можно сказать, склеиваем, да, зажариваем ее. Вот, и вот сейчас, как мясо потеряет свой естественный цвет, мы начнем добавлять уже все остальное. Между прочим, хорошим дополнением к блюдам из телятины станут курага, чернослив или имбирь, а еще и сосладкие соусы. Ну и очень хорошо телятину подавать с разного вида приготовленным картофелем. Жареным, вареным, картофелем пюре, то, что вам по вкусу больше. Вот в этот момент сейчас мы добавляем розмарин. Ароматную зелень. Мне нужно немного чеснока. Чесноками она, конечно, так пахнет. Здесь я сейчас быстро сделаю чесночок. Мелко я это все не буду. Но получится такая у нас остренькая телятина. Ну, я бы не сказал, что она будет остренькая, она как бы сейчас все впитает, то, что нам не нужно. Кому как. И вот теперь пришло время добавить белое сухое вино. Вот и начинаем припускать наше мясо. Добавляем вино. Вино добавляем так, чтобы у нас почти, как можно сказать, все закрылось. Все. Больше пока ничего не добавляем. И оставляем телятину периодически. Сейчас дальше мы будем добавлять только кипяченую воду. Все. То есть как она будет выпариваться, мы будем добавлять немножко либо вина, либо кипяченую воду чередовать. Как долго процесс будет? Около 20 минут мы будем делать. Хорошо. Ну, а нам, наверное, самое время заняться овощами. Все верно. Ну, и так, мы продолжаем готовить на кухне гипермаркета твой. Припущенные блюда. В сковородке у нас припускается мясо, это телятина. А сейчас мы переходим к гарниру, будем готовить рататуй. Игорь, что ты мне доверишь? Что нам понадобится? В доверии нужно почистить кабачок. От кожицы. Скажи, пожалуйста, мы будем готовить классический рататуй, в который входит кабачок, помидор, репчатый лук. Ну, практически нет, репчатый лук моего мы будем использовать баклажан, будем использовать морковь, мы будем использовать перец, мы будем использовать кабачок. То есть, в принципе, четыре составляющие, которые входит практически в любую рататуй. Там могут добавляться картофель, ну, по сезону, рататуй считается сезонное блюдо, да, из овощей. А помидоры мы сюда добавлять не будем, потому что так как мы будем готовить овощное сальсо, да, и вот в этот, можно сказать, томатный соус, да, мы будем использовать помидоры. Поэтому сейчас мы будем использовать все, что касается для именно рататуя. Это такой вот будет у нас мелкий-мелкий, поебускал даже средний кубик. Ну что ж, я ставлю сковородочку, и в эту сковородочку прямо налью, чтобы дно покрывать. Это белое сухое вино. Как вино сейчас нагреется, мы с вами начнем сюда укладывать наши овощи. Рататуй – отличное овощное блюдо французской кухни, его придумали, между прочим, в Ницце, и ели его, в основном, это была пища крестьян. Но уже потом это блюдо появилось во всех признанных мировых ресторанах, и каждый повар умеет готовить рататуй. На самом деле рецепт рататуи его тоже очень-очень много, и все зависит, как бы, можно сказать, от кухни, от ресторана, да, в котором оно… И каждый говорит, что вот этот рецепт, именно правильный рецепт, ну, как, в принципе, и вся кулинарная книга в целом. Я вот готовлю рататуй и запекаю овощи в духовке. Знаю такой рецепт. Получается очень вкусно. Ну, и такой рецепт тоже может называться рататуй. Самый главный результат, чтобы блюдо получилось вкусным. Конечно. Думаю, все, достаточно здесь будет у нас. Ну, что ж, пожалуй, баклажан. Баклажан. Мне нужен баклажан тоже очистить его. Да, да, да. А я нарежу, подготовлю морковь. То есть все, в принципе, просто, да? Берем сковородочку, налить туда вино, либо водички подлили, да? И теперь сейчас нужно все овощи поместить туда. Ну, вот, Игорь, скажи, пожалуйста, иногда ведь, даже достаточно часто я бы сказала, что в блюдах баклажан используют с корочкой, не чистят его. Все зависит от того... От рецептуры? Да, все зависит от рецептуры. Иногда эта корочка нужна, да? Особенно если вы там что-то запекаете, баклажан или что-то еще там. Да, я очень люблю баклажан с корочкой. А иногда, наоборот, эта корочка может нам мешать. Вот как в данном блюде. Пришло время добавить водички. Вино у нас немножко выпарилось. Добавляем водичку, как бы, чтобы немножко прикрывалось оно, да? И вот, если бы мы сейчас варили, да, у нас бы полностью сковородка была ли кастрюля, у нас бы все кипело, да? Здесь, видите, мы припускаем, да? Помимо классики, да, добавим еще сюда, допустим, у нас будет, сразу скажу, у нас будет 4 вида риса мы сюда еще добавим. Да, да, то есть немножечко он такой, хотя этот рататут тоже уместен, и он также известен, да, и также есть рестораны, которые его добавляют. Так, ну смотри, баклажан все готов у меня. Ждет в своей очереди или уже? А, прямо сразу отбавляем. Да, 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 да. У нас так получится хорошо, хорошая, несколько порций. Так, Игорь, смотрю, у нас тут есть лук синий, красный, красный лук, да, красный синий, да, красный лук, режем его пополам и на полупольца. Так вот сильно мелко не надо его, и сразу сейчас можно вот так вот его разломать и бросать его сюда. Тоже отправляем? Тоже отправляем, да, 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 сюда. Ну а пока оттушится телятина и овощи, готовится рататуй, вы посмотрите рубрику «Удачный выбор», в ней рассказываю о тех продуктах, которые можно купить в гипермаркете твой по специальной цене. Продукт, о котором пойдет речь сегодня, настоящий хамелеон. Поменяй в нем начинку и получишь новое блюдо. Можно добавить в них рыбу, можно мясо, можно грибы или овощи, а в 19 веке в них добавляли даже фрукты и подавали с розовым шампанским. Сегодня речь пойдет о пельменях. Согласно стандартам, у пельменей должен быть чистый характерный вкус. Когда пробуете пельмени, чувствуете мясо? Отлично. Черный перец или другие специи в составе? Замечательно. Но если вдруг неприятное послевкусие, это повод насторожиться. Значит, производитель явно что-то нахимичил или использовал не те ингредиенты. Итак, в составе пельменей все ингредиенты указаны по обуванию. Если на первом месте стоит говядина, значит ее в начинке больше всего. Плохо, если среди компонентов фарша есть соя, животный белок и клетчатка. Эти продукты заменяют мясо, увеличивая при этом вес начинки. Также нехорошо, если в составе вы найдете расплывчатое понятие специи. За ним могут скрываться ароматизаторы и усилители вкуса. И несколько слов об упаковке. Сегодня в магазине представлены пельмени в картонной коробке, полиэтиленовой упаковке и на развес. Покупая полуфабрикат в полиэтиленовой упаковке, рассмотрите продукт внимательно. Если пельмени деформировались, либо склеились, значит их несколько раз заморозили и разморозили. А это снижает пищевые качества продукта. Если же из-под теста вылезает начинка, значит была нарушена технология производства. Картонная коробка считается самой безопасной и экологичной, но требует определенных условий хранения. Всегда в морозильнике и никакой влаги. Еще больше полезного и интересного о пельменях расскажу через несколько минут. А мы продолжаем готовить на кухне гипермаркета твое. Овощи и мясо тушатся и будем готовить соус в сальсу. Рассказывай, что делать. Пока у нас все это припускается, сейчас периодически помешиваю и то и другое. Приготовим соус в сальсу. Для этого тебе нужно нарезать помидоры черри. Вот они какие у нас. Помидоры черри, ешь пополам и прям меленько-меленько их и сбрасываю все в сотейник. Я подготовлю чеснок. Обязательно мы будем использовать чеснок. Сейчас мы сделаем сальсу чисто в итальянском стиле. Ну, меленько-меленько это как? Ну что ж, для этого орегано. Бросаем такое количество орегано сюда. Так, главная специя в этом соусе. Чеснок, как главная трава, да, одна из главных. Ну что ж, чеснок мелко-мелко порубили, но ни в коем случае не дайте его. Потому что если его раздавите, как бы он чувствуется будет, но он должен немножко хрустеть на зубах. Вот самая особенность. Это вот как бы, то есть в каждом блюде есть какая-то особенность такая мелкая, но сейчас будет. А в этом-то и шик блюдо. Потому что это достаточно будет. Мы сейчас это все это сюда прям сбросим. В сотейник все наши помидоры. Включили огонь и поставили. Буквально сейчас как... Подогреть нужно. Да, нужно подогреть, чтобы немножечко помидорчики начали бурлить. В этот момент мы добавляем, у нас сегодня вино, да, оно везде у нас чуть-чуть. Да, белое сухое вино мы используем в каждом этапе приготовления этого блюда. Ну, на самом деле, чувствоваться его не будет, поэтому за это не переживайте. Между прочим, соус сальса можно подать абсолютно к любому блюду. Оно подойдет и к курице, и к мясу. И можно подать с этим соусом чипсы, или просто соус намазать на кусочек тоста. Будет очень вкусно. Ну что ж, теперь пришло время. Добавляем обыкновенную смесь пятиперцев. Белый, красный, черный перец. И зеленый. Все входит в эту смесь. Соль. Ну и пришло время добавить мякоти. Слушай, а если мы добавим, например, томатную пасту, получится не то, что нам требуется. Томатная мякоть и томатная паста, они даже немножко отличаются по цвету, да. Протертые томаты. Да, да, все-таки, но вот это и есть протертые томаты, да, да, это они есть. Здесь много не нужно, так вот сейчас мы их... Она не должна быть слишком жидкой, она должна быть таким густым соусом. Примерно как сейчас у нас и получится. Все это хорошо пригреваем, но также периодически помещаем. То есть одновременно мы готовим как бы все наше блюдо целиком. Ну и так, Игорь, я смотрю, у нас практически все готово. Овощи перестали кипеть, да и мясо тоже. Да, вот вся вот влага вышла, в этом-то, видите, и у нас как бы сохранилась форма, да. То, что мы резали, у нас не превратилось в кашу. Вот в этом, если бы мы это варили бы, да, обыкновенный способ, у нас бы превратилось все в кашу. А так мы это припустили, видите, да, и не тушили, а именно припустили, что у нас это все осталось таким, как было задумано. Что добавляем еще в рататуй? Смотрите, в рататуй предварительно, я, как я обещал, что это будет чуть-чуть рататуй сюрпризом, да, что мы добавили 4 вида велицы. Это пропаренный, бурый, красный и дикий рис. Мы его отварили просто, да, и вот сейчас я решил добавить его сюда. То есть есть такие рецептуры, да, есть такие рецептуры, когда в рататуй добавляется рис. Сейчас мы это все добавим, перемешаем. Я опять про свое специи будем добавлять? Это все в конце, вот тогда, когда мы уже, я уже отключил, сковородку уже полностью отключил, и вот сейчас в конце мы будем добавлять специю, обязательно. Травы, специю, даже вот, вот буквально, вот они. Майоран, орегано, базилик, чабер, паприка, горчица, петрушка. В общем, замечательная смесь прованских трав. Да, 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 замечательная смесь. Она называется Chef de Provence, у нас она представлена здесь. Мы ее уже неоднократно на ней готовили. Восхитительные ароматы получаются. Поэтому, вот смотрите, видите, да, рис уже, ну, рататуй приобрел уже другой вид, да. Осталось что? Соль. Потому что мы это блюдо не доводили до готовности. Воленцовки, мы сегодня ничего не солили здесь вообще. Все это перемешиваем. Смотрите продолжение рубрики «Удачная покупка», ну, а после мы будем все формировать на тарелке. Китайские мудрецы уверяют, если съесть пару пельменей, жди двойную радость. Ну, а если 3, 6 или 9, жди прямо пропорционального счастья. Поэтому закидываем целую упаковку в кастрюлю. Главное, чтобы пельмени были вкусные. Что самое главное в пельменях, конечно, начинка. Но некачественный фарш встречается достаточно часто. И причины дефектов всегда разные. Иногда просто износились ножи мясорубки. И фарш из-за этого сухой и волокнистый. Первоклассные пельмени относятся к категории А. Начинки в таком продукте должно быть больше 80%. По ГОСТу количество белка менее 16%. Несколько слов о производстве. Мясо для начинки не размораживают. Мощная электромясорубка в считанные минуты превращает его в фарш. Туда же добавляются лук и специи. Другая хитроумная машина замешивает тесто, раскатывает его и формирует пельмени. Со скоростью 300 штук в минуту. После быстрой заморозки в холодильнике шокер и пельмени фасуются и тут же отправляются в магазин. И еще один интересный факт. Оказывается, пельмени внесены в список дорогих деликатесов. Самая дорогая порция, а она состоит из 8 штук, продается в Нью-Йорке. Цена ее 2,5 тысячи долларов. Ну а у нас уже все готово. Отличное овощное блюдо с мясом. Напомни, как оно правильно называется. Называется овощной рататуи с томатной сальсой и сочной терятиной, припущенной. Записывайте скорее рецепт. Уверена, у вас все получится. Субтитры подогнал «Симон»! На этом наша программа «На твой вкус» подошла к своему завершению. И сегодня мы вам показали еще один рецепт вкусного и полезного блюда. Не бойтесь готовить по нашим рецептам то, что мы изготовим. Все эти блюда проверены. Они получаются вкусные, полезные. Пробуйте. И питательные. С вами были Игорь Горик и Екатерина Новикова. Мы встретимся с вами через неделю. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!